Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии во вторник. Меня зовут наконечный Александр. Сегодняшний брифинг с вами еще проведу я. И завтра сегодня к нам возвращается Артем Деев. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня. День сегодня новостями насыщенный, но все самые важные события остаются еще впереди. Это заседание ФРС, который состоится завтра. Ну а также напоминаю, что у нас это первая неделя месяца. Соответственно, на этой неделе мы с вами увидим Non-Farm Paylers. Новость, которая всегда влияет на рынок очень сильно. Из новостей сегодня. Китай сегодня день труда, Япония день конституции, Сингапур ураза байра. Мы вчера с вами обсуждали решение по процентной ставке Резервного банка Австралии и, соответственно, ставку все-таки повысили. Мы с вами обсуждали, что повысит до 0,25%. Фактическое значение вышло 0,35%. Мы с вами видим реакцию австралийского доллара, но незначительную. Цена до сих пор остается в нисходящем тренде, но так или иначе мы видели с вами на рынке коррекцию. От текущей цены, на мой взгляд, австралийский доллар может подняться на 0,714050 и после чего, скорее всего, движение пойдет дальше по тренду, потому что американская валюта сильнее, чем австралийская и в перспективе ждем австралийский доллар на уровне 0,70 ниже. Из других ключевых событий сегодня в 11.30 мы с вами видим статистику. Это индекс производственной активности в Великобритании, 12.00 уровень безработицы в Евросоюзе, 13.00 это заседание Еврогруппы и 16.00 выступление Лагард. Как эти события могут повлиять на рынок? Из самых основных это, конечно, новости из Евросоюза и выступление Лагард 16.00 это те новости, которые повлияют на валютную пару евро-доллар. Мы вчера с вами осуждали о цели по евро-доллар. Сейчас, если посмотреть на график, на момент записи брифинга, евро-доллар котируется в районе 1.05. Цена прям прижалась к уровню и сегодняшние события, сегодняшние новости, они могут как раз-таки этот уровень продавить и цена уйдет ниже 1.05 и уже будет там закрепляться. Цели пока остаются прежними, это уровень 1.0.35, 1.03.50. Из других инструментов, которые также хотелось бы с вами разобрать, это индекс NASDAQ, индекс SMP. Мы вчера с вами видели сильное падение по индексам и под конец американской сессии, в процессе американской сессии, индексы восстановились. Так вот, это коррекция, на мой взгляд, перед дальнейшим падением, учитывая, что опять-таки впереди у нас с вами повышение процентной ставки. Я вижу хорошую сделку по индексу NASDAQ, текущая цена 13100, плюс-минус 20 долларов. Ждем снижение на уровень вот 12800, поскольку текущее движение цены можно рассматривать лишь как коррекцию перед дальнейшим падением. Рассмотрим также еще с вами нефть. Сегодня 23.30 данные по запасам от американского института нефти. Нефть марки Brent сейчас котируется в районе 107 долларов и прогнозы у нас остаются прежними. На фоне 100 пакета санкций, которые может ввести Евросоюз, мы ждем нефтяного эмбарго. И, конечно, эта новость очень сильно повлияет на весь нефтяной рынок. И мы в перспективе будем ждать Brent выше 110, выше 115 и, возможно, даже выше 120 долларов. Но на текущий момент времени перед дальнейшим ростом я все-таки жду, что Brent со 107 долларов еще успеет скорректироваться на 105, на 104. И уже с этих значений будем ждать дальнейшего роста. Что ж, это были все ключевые события на сегодня. С вами был Александр Наконечный. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего. До свидания.